Девушки отдыхают 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 Вы можете сейчас сказать, вы, я не знаю, предвидели или, скажем так, были готовы к тому, что в Москве на улице выйдет народ, среди них, кстати, много достойных людей, с лозунгом «Путин уходи». Вы знаете, дело в том, что достаточно много сил, которые не хотят укрепления России, а кто-то есть в стране, кто или не понимает, что-то не хочет понимать, думает, что можно было бы сделать по-другому и было бы лучше. То есть питательная среда для выражения другой точки зрения, отличной от той, которую осуществляет ваша покорная слуга, она всегда есть. Поэтому ничего здесь для меня удивительного и неожиданного нет. Я к этому привык, можно сказать. Нельзя подменять понятия, нельзя за двумя-тремя деревьями леса не видеть. Так же, как нельзя не понимать, что, да, есть люди, которые с чем-то не согласны, и они имеют право на то, чтобы свою точку зрения выразить так или иначе. Повторяю, конечно, в рамках закона нужно действовать всегда, но нельзя сделать вид, что это все наши граждане, наоборот, подавляющее общество поддерживает. И вот это даёт основания заниматься той государственной деятельностью, которой я занимаюсь до сих пор. А вы, кстати, за своими рейтингами как-то следите внимательно и, я не знаю, расстраиваетесь, напрягаетесь, ругаетесь, когда они падают, например? Не очень. Ну так, конечно, мне приносят, я смотрю и, в общем, обращаю на это внимание, но всё-таки самое главное, это такое, знаете, это же не трудно это передать. Это какая-то химия, какое-то внутреннее чувство правильности, правоты того, что я делаю, и чувство того, как люди на это реагируют. И не только такая узкая группа уважаемых вновь интеллигентов, но и такой коренной русский народ, или, скажем, коренной российский народ. Можно я вас спрошу про человека, о котором, на самом деле, в эфирном пространстве как-то не принято вообще говорить, но очень хотелось вас всегда спросить о нем. Ради Бога. Имя ему Алексей Навальный. Вот вообще, я не знаю, что вы думаете про это, и, на ваш взгляд, у нынешней оппозиции лидеры есть? Я, отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что я не отвергаю никого и не хочу принизить достоинств ни одного из возможных лидеров оппозиции. Но каждый из них, кроме шума, крика, внешнего эффекта, он должен что-то, а, сделать, и этим самым показать и доказать, что он способен на что-то, на какой-то позитив. И только после этого, я думаю, человек может претендовать на то, чтобы быть лидером чего бы то ни было. Ну, а там ведь много желающих возглавить. Ну, это дело самого этого society, понимаете? Я надеюсь, что естественным образом шелуха будет осеяна, и появятся действительно яркие, интересные, содержательные люди, которые могут взять на себя ответственность и за какие-то отрасли, за какие-то сферы общественной жизни, а, может быть, и за всю страну. Ну, просто так, с кондачка, просто потому что человеку что-то не нравится, и он что-то эффектно критикует, разве можно из этого сделать вывод о том, что он способен что-то возглавить? Поэтому я еще раз хочу сказать, я ко всем, несмотря на их хамовато иногда поведение, я смотрю на это спокойно, очень надеюсь, что в конце концов появятся вот такие вот серьезные люди. И снова самый первый день, который начался в понедельник. Но на часах ведь уже почти час ночи. Сейчас президент закажет машину. Вы закончили? И минут на 15 задержится. Уж очень было интересно узнать, а как же бедняги-министры тоже не спят, если он на работе? Министры всегда на связи. Если они не на рабочем месте, то дома. Особенно в министерстве финансов, особенно вот в такие моменты, когда работа над бюджетом идет, они уходят. В министерстве финансов, когда готовится бюджет, уходят в 3-4 часа, в 2 домой. Интересно, а вы когда принимаете трубку, ну я не знаю, вы думаете о том, что человек дома, в кругу синип, ну понятно, что... Думаю, стараюсь в это время не звонить. Но бывает, что приходится. А еще не давали покоя эти красные папки. Взглянуть бы глазком. А может не стоит? Потом ведь не выпустят даже в Болгарию. А сейчас, наверное, никогда не уйдет. Вы, господи, Сирия, да? Сирия, да. Секретно, и там все есть, да? Ну, актуальное положение на данный момент. А скажите, вы все-таки предпочитаете новости узнавать вот из этих источников, а никак не из открытых источников, я имею в виду телевидение? Нет, я смотрю, но, к сожалению, смотрю, как правило, уже в записи. Ну, потому что тогда, когда идут новостные блоки, я, как правило, работаю. Ну, а потом уже вечером, ну, примерно в это время. Особенно люблю это делать, когда в машине, если еду, на работу, с работы, и ставлю, диск и смотрю. Скажите, а вы во сколько завтра утром встанете? Ну, где-то полдевятого. Ну, пора спать, мне кажется. Доброй ночи. Спокойной ночи. Пока. Вторник. Утро красит нежным цветом. Нет, конечно, не массивные ворота резиденции в Новоогарёво. Этот цвет как-то им не очень подходит. Жизнь за воротами вовсю кипит. Правда, снаружи это совсем незаметно, всё внутри. Здесь у каждого здания своё короткое название, по которому не сразу поймёшь, а что ж это значит. Ну, вот, например, ФОК, у входа которого сиротливо приютился тандем. Это и есть тот самый ФОК, физкультурно-оздоровительный комплекс Новоогарёво. Иди сюда, раз. Это холл между первым служебным этажом и вторым этажом, где находится тренажёрный зал. Здесь, кстати, бассейн. Есть президентский лифт, но, как уверяют, он не пользуется. Не знаю, проверить пока мы не можем. И вот какая-то выставка достижений. Вроде бы летали Петровы. Хотя портрет Путина тоже есть. Есть. Доброе утро. Здравствуйте. Да? Почти. Ходил. Материн. Утро добрым не бывает. Слишком для многих в России этот закон жизни поважнее Конституции. Но здесь, в Новоогарёве, всегда бодрое утро. Увидев всё это, оппоненты наверняка бы сказали, Кремль снова мышцами играет. Сторонники, конечно, продолжили бы любимую тему об укреплении вертикали власти. Как оказалось, большая качалка с десятком тренажёров – это всего лишь зал для разминки. Ну, может позволить себе президент? Это же не занятие, это размина. Это ничего с этим. Я же просто разминаюсь, перед плаванием. Вот так каждому снаряду протяжу просто. Одно разочек и без фанатизма, что называется. Просто размина. А что насчёт спортивной диеты? Кстати, просто, кстати, мне интересно, здоровье, понятно, что за здоровьем президента следит, ну, я не знаю, мне кажется, огромное количество людей. Есть же люди, которые там, я не знаю, прописывают вам диеты. Нет. Нет? Нет. Никто никакие диеты не прописывает. Врача у меня редко врачи. Слава. Ну, бывает, конечно. Просто ходят же легенды про определённые кремлёвские секреты, что там, я не знаю, какие-то отвары, о которых никто не знает, какие-то... Это легенда просто. Чушь, что это? То есть зарядка и всё. На эту зарядку сейчас неплохо обратить внимание телевизионным боссам. Известно ведь, всё умение и силы они бросают на вечерний прайм-тайм. Но выходит, президент телевизор всё-таки смотрит. По утрам в спортзале. Вот теперь я увидел, что вы смотрите по утрам телевизор. А разные каналы или всё-таки есть какой-то глубинный? Нет, тут разные. Ну, наши в основном. Так-то информация из тех источников, которые я вам вчера показывал, она гораздо более полная и гораздо более точная. Но СМИ бывают более оперативными. Ну, почему? Потому что пока люди её получат, пока переправят в центр, пока там оформят, пока мне переживают время, ты бежишь. Хотя это достаточно быстро всё происходит, но тем не менее. А ваши корреспонденты прямо блинчики пекут прямо у плиты и выстреливают. Часто даже в онлайн. Поэтому вот в этом есть ценность СМИ. Но, к сожалению, много недостатков, прежде всего, связанных с объективностью. Тут же неожиданно прояснилось, что делает у входа в спортцентр велосипед-тандем. Оказалось, подарок. От кого бы вы думали? В прошлом году Дмитрий Датвич подарил. Да, надеюсь, что. Это как просто шутка, так или как шутка? Да, конечно. Тема шляпки. Ты мой хороший. Ну что, пойдём? Да. Постыкайся тогда. Вот, карта. Да. Да. Кребята, смутите, а я... Пока. А это всё персонально-президентское, да? Да. Переходим к водным процедурам. Это значит спуститься на один этаж. Если есть вопрос, кто плавает в бассейне, достаточно посмотреть вот сюда. Узнали? Это кони. Значит, там Путин. Заплыв, как объясняют в окружении Путина, это уже не разминка. Пока не устанет, не вылезет. Так и хотелось спросить, а может готовиться посоревноваться со стаей дельфинов? После полёта со стерхами по интернету гуляет подобная шутка. До проплоя тысячу метров. Тысячу метров? Да. Да. Ну, это оптимальная дистанция, хорошая. Спортсмен плавает километры по пять, по шесть, по десять. А вы каждый день плаваете? Каждый день. А если в поездке? Ну, не плаваю. А, ну, здесь же плавают. Может же быть, в президентский рай, как там ездят, в бассейн тоже. Да нет, ну, где-то бывают, но все равно там же, как правильно, все связано с сменой часовых поездов, так что достаточно сложно это делать. Работать надо. Я очень рекомендую вам раздеваться, так плавать. Вот оно, предложение, от которого, кажется, нельзя отказаться. Зовет поплавать Путин. Но строгие взгляды охраны ясно намекают. В президентском бассейне это вообще-то не принято. Проходящий одежда. Ну, ладно. Я вам дам. Тут же открылся еще один секрет президентского фитнеса. После бассейна президент обычно приходит сюда, чтобы нырнуть из кипятка в студеные воды, а, проще говоря, принять контраст. Вон градус. А сколько градусов, по-моему, интересно. Вот горячий вагон здесь может быть своя часть тела. 40, 43. Это очень красиво. И 12. Так незаметно к Новоогорёву подобрался полдень, и, честно говоря, уже хотелось завтракать. Внезапное приглашение на президентскую кухню оказалось кстати. Здравствуйте. Спасибо. Привет, да. Захар. Я вчера лечил. Вот как от вас свернулся, так и позавтракал. Понятно. Кашу едете вот так? Да. А это какая-то особая каша? Не понимаю. Обыкновенная каша. Время 12.20. Первое официальное мероприятие уже через 40 минут. Нужно успеть и поесть, и доехать. Хотя, какая может быть спешка? Президент не может опоздать. Он может задержаться. Я хочу вас спросить. Сейчас время где-то 21.00. Я видел вас в спортзале, в бассейне. Ну, что было между завтраком, я не знаю, но, видимо, что-то было. То есть, получается, что вы работаете начинаете в час? Или это не так? Нет. Начинаю работу, когда встаю. Встаю. После как-то помоюсь. Просматриваю оперативные документы. Подписываю срочные документы. Потом разговариваю с руководством администрации. Только потом иду в зал. Обычный разговор за завтраком. И почему бы за кашей, творожком и стаканом сырых перепелиных яиц не поговорить про честные выборы и государственных лидерах, которые цепляются за власть? Вышли последние новости? Они на всех сайтах звучат примерно так. Впервые в истории народ выразил недоверие действующей власти и проголосовал за оппозицию. Это я прогрузил. И вот мне интересно, неужели, вот как вы думаете, неужели такое возможно? Неужели Саакашвили не будет за свою власть цепляться? Будет. Всеми возможными способами. Будет. Я думаю, что он попытается отыграть проигрыш по спискам на бандатных округах. Беседа о методах управляемой демократии своим волюнтаристским решением прервала она, собака, Кони. Знаете, у меня шло вопрос. Но это не значит, что мы молчим, мы свою позицию заявляем. И мы многократно говорили уже о том, что Кони не приставай, некрасиво. Нет, Кони не приставай. Очень приятно. Смотрите, в мире происходит такая странная ситуация. Все, в общем, очень странно. Все так наперекотят. Одна революция, другая революция, третья. Не возникало желания у вас выступить с минутной встречи 2? Нет. Ну что, зачем 10 раз тираживать? Я же все сказал, что считаю нужным. А по актуальным вопросам мы и так все высказывались. Ну, и я. А то пойдем. Тема революции закончилась так же внезапно, как началась. Президент встал и пошел к холодильнику. Поначалу даже как-то не верилось, что и такой предмет в его быту есть. Ну вот он, пожалуйста. Хочу коктейли и соковный принос. Серьезно? Да. Сначала можно было подумать, что за этой дверью, по меньшей мере, тюбики со сверхсекретной едой. А оказался стандартный набор обычной квартиры. Молоко, кефир, коробка сока и кетчуп. То есть можно, наверное, сказать, что это коктейль-кетчина, да? Да, вполне. Какая вам рекомендация? Мне люди, что сейчас мы попробуем. А ингредиенты хотя бы, вы можете рассказать что-то? Могу. Значит, ну я основу придумал, а потом мы здесь как-то усовершенствовали. Вы можете обладать что-то? Там есть хрен. Точно. Кони тебе нельзя. Что это, вот такой энергетик? Или что это? Или я не знаю. Ну и что еще там? Наркотик. Ну ладно, еще наркотик. Я в руках ничего никогда не держал. А что вы думаете, там еще есть? Еще есть свекла. Еще есть, по-моему, какой-то овощ. Я не знаю. Сказать по правде, президентский коктейль по вкусу совсем не водка с мартини. Зато, наверное, полезный. Вот я вот, кстати, вы его предупреждали, но я выпил всю чашку. И что должно произойти? Через часик посмотрите. Но если ничего не произойдет, значит, у вас все в порядке. Можете продолжать. Но вкусно. Нормально. Да, очень вкусно. На десерт творог с медом. На чай уже времени нет. Рекомендую. Все просто. А это с каких-то кремлевских? Нет. Мне патриарх иногда посылает. У них там хозяйство есть? Я хочу вас как раз спросить про... Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...